Но я знаю, что у тебя были проблемы с мафией. Очень много начальников меня одевали в малиновый призрак. Почему тогда ты все-таки оставался в России и продолжал вести бизнес? Я подсчет России. Я люблю эту страну. Это рай, настоящий рай. А какими были люди тогда, ты помнишь? Очень добрые люди, всегда живые. А ты работал с Америкой? И я не люблю Америку. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. В нашей стране принято считать, что у соседа трава всегда зеленее. Но я с этим не согласна. В этом проекте я общаюсь с иностранцами, кто родился и вырос за границей. Но выбрал жизнь здесь, в России. Сэмми Катвани, 51 год, индус. Переехал в Россию в начале 90-х, чтобы построить карьеру Портнова. Тогда, имея в кармане 300 долларов, он открыл свое первое ателье. Сегодня их 30 по всей стране. Костюмы от Сэмми носят дипломаты и бизнесмены. Считает, что у русских особенное чувство стиля. А Москва – лучшее место для работы и жизни. Сэмми, привет. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришел сегодня ко мне в студию. Я очень рада тебя видеть. Здесь тоже. Сэмми, мне вот не совсем понятно. Ты приехал в Россию, когда тебе было 19 лет. А как ты узнал вообще о России и когда у тебя появилась, в какой момент появилась вот эта идея сюда вообще приехать? Я была на Африку. И когда я общался с моим клиентом на Африку, все африканские дипломаты, то они мне сказали, надо ездить на Москву. Я ему просил, почему в Москву? Если я не ошибаюсь, тогда никакой телефон не было. Мы смотрели на карточку, он мне сказал, вот Москва. И я просил, почему Москва? Он говорит, там зима есть. Я так сразу родился. Вот молодец. Там летний костюм могу продавать. И здесь все сезонные костюм. И плюс зимний костюм. Что у меня будет продаваемое, будет на пальто. Я буду говорить, тогда у меня, как ум был такой, я был очень доволен. Сразу три сезона одежды буду продавать. Что это было интересно прийти на Москву. А какими были люди тогда, ты помнишь? Как они тебя встречали? Люди тогда, люди сегодня. Все были одни и тоже. Они были все любители индус. Разговор они поняли, я из Индии. Тогда все, мне больше ничего не надо. Они начались поить мои песни. Я чувствовал сразу, как будто это мой дом. То есть ты прилетел и сразу подумал, что Россия прям твоя страна. Сразу, да. А как ты решился открыть бизнес в России? Все-таки 90-е это такие, еще их называют лихими. Честно говорить, я много не понял, какой сложности была здесь. Я когда приехал на это видим, международно доступно не было. Русский канал я не видел, я не понял. Я честно говорю, я не знал такой сложности есть. Мне было только приятно. Любой человек в такси общается, он мои песни поет. И у меня бизнес был вместо дипломатов. Дипломатов, никакой сложности не было. Они были деньгами, и я приехал в Уверен, когда товар не был. Все дипломаты хотели покупать из меня товар. Но я знаю, что у тебя были проблемы с мафией. Я был в Финляндии. Пятидесят на гостиницу. И меня там ударили. Это была русская мафия. Это понятно, видно было, это русский человек. Они ничего не грабили из меня. Ни деньги, ни золота, ничего. Просто там украли была моя база данных клиентов. Это понятно, тот занимался. Это наш конкурент. Он занимался, я прекрасно узнаю, кто это занимался. После этого я открывал самый большой магазин на мир. Это императорский партноль. Каждый удар вам что-то лучшее принесет. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Да. А почему даже после вот таких обстоятельств ты не уехал из России? Понимаешь, я был в Европе. Я был в Франции. Как молодой человек. Я очень свободно говорю по-английски язык. Немножко по-французски. Они со мной не общались. Мне было неприятно, когда Бельгия, Франция, они не общаются на тебя. Они все понимают язык. Все равно со мной не общаются. Почему я иностранцы? Я был в Германии. Постоянно одевал камеру на мою шею. Почему, когда в шею есть камера, они меня видят как турист, они меня не трогают. И я приходил в Россию, никакой славы не говорил. И все мне хочет помогать. После этого, как я могу пойти обратно в Европу, когда здесь любовь была больше. А как ты считаешь, с чем это все-таки связано? Культура. В России и Индии есть похожая культура. И в наше кино, может быть, что-то дали какое-то внутреннее желание. Мы всегда любили индусов. А тебе знакомо понятие «русской души»? Как это это связано с тем, как тебя здесь принимали? Души – это души. Все мир одинаков. Они должны быть чистые. Ну, ты знаешь, русская душа, вот, она отличается большой верой во всякого рода приметы и мистицизмы. Я, кстати, не знаю, в Индии есть такое? Да. Давай тогда просто проверим, насколько ты знаешь, русские приметы. Мы с тобой сыграем в небольшую игру. Я буду говорить начало приметы и предлагать тебе несколько вариантов ее концовки. Окей. Давай. Итак, если девушка сядет на угол, то первый вариант – она не выйдет замуж. Второй вариант – влюбиться через семь дней. И третий вариант – с ней ничего не произойдет. Я как понял, когда вы сидите на угол, вы скоро будете замужниться. Она не замужная. Она готовится, она делится. Или она ищет кому-то. Ну, на самом деле, не совсем так. У нас считается, что девушка не должна сидеть на углу, потому что таким образом она не выйдет замуж. Потому что издревле считалось, что на углу собираются все негативные энергии, и они как бы направляются в эту девушку. Но наши русские придумали еще одно окончание – чем острее, тем быстрее. Но это уже другая история. Меня другие вещи больше сказали. Если туда сидит на угол, она скоро будет делиться. Ну вот, практически так и есть. Если две девушки смотрятся в одно зеркало, то первый вариант – их ждут хорошие новости. Второй вариант – они полюбят одного и того же человека и будут страдать. Или третий вариант – они прочитают мысли друг друга. Девушки намысленно друг друг читают – это нормально. То есть ты думаешь, если две подруги смотрят в одно зеркало, то, скорее всего, они смогут читать друг друга мысли? Да. Неправильно. На самом деле, скорее всего, они влюбятся в одного парня и будут страдать. Или поссорятся. Есть разные интерпретации этой приметы. Ну вот, да, вот так. Любится парень, я не знаю, это русский кино. Постоянно мы смотрим на кино, а два девушки всегда любят одну парень. Ну да, в драматических сюжетах, возможно, так и есть. Но на Руси считалось, зеркало – это такой мистический инструмент, портал в другой мир. И поэтому двум девушкам одновременно смотреться в зеркало было не очень хорошей приметой. Вот теперь ты знаешь. Итак, если человек икает, то его всю неделю будет ждать хорошая погода, его кто-то вспоминает и ему нужно что-то менять в жизни. Ему кто-то понимает. Вспоминает? Да. Это правильный ответ. Это индийский тоже так есть. В Индии тоже так? Тоже так есть, да. А как делают? У нас, говорят, еще можно вспомнить имя человека, который тебя вспоминает и икота пройдет. Или вода надо пить. Или вода надо пить. Ну, мне кажется, смотри, из трех ты одну точно знаешь. Можно сказать, что ты уже на треть практически у тебя русская душа. Мне кажется, это абсолютно прекрасно. Скажи, а вот после начала спецоперации очень многие уехали за границу. Ты думал об этом? Нет. Наоборот. У нас бизнес поднимался. Я подсчет России. Я люблю эту страну. Я сразу писал на письмо нашим клиентам. Я сказал, у нас сумма не меняется. Сейчас мы на убытках готовим работать. И у меня бизнес поднимался. Я очень понимаю и я верю, что после спецоперации, если какая-то страна должна быть жить, это только Москва, Россия. Лучше, чем Россия, никакой страны не остаются. Я очень уверен. А как строить бизнес сейчас? И вообще в текущей экономической ситуации стоит ли открывать бизнес? Наоборот, сейчас город готов вам помочь больше. Любой регион готов вам помочь больше. Сейчас это уверен, надо начать бизнес. Мы всегда думали, что будет 1 миллиард людей. Это Европа и Америка. И мы забыли, но осталось 7 миллиардов. Давай подумаем на другую страну. И сейчас уверен, надо увеличить свой бизнес или открывать свой бизнес. В будущем это очень хорошо. У нас очень хорошая поддержка есть на нас государственная. И можно что-то большое делать. Я наоборот хочу открывать завод фармацевтно. И я вижу в будущем это как все мир узнает. Инди дают лекарства на мире. Если мы все правильно делимся, раз я буду дать лекарства на мир сейчас. Я это уверен. А правильно делать это как? Правильно делать это долгосрочно надо читать бизнес. Никакой завтра прибыль не бывает. Это долгосрочно. И плюс думать немножко по поводу качества. Неважно какой у вас магазин есть. Если качество нет, то все равно не можно держаться долго. Я пока готовилась к программе, прочитала правила твоей жизни, которые ты озвучил. И они звучат следующим образом. Я буду заниматься только своим бизнесом, сказал ты себе когда-то. когда приехал в Россию, думал о том, что не нужно ни с кем разговаривать, кто разговаривает с тобой не на русском языке. И если я здесь выживу, я стану победителем. Это правильно. Я это слово сказал. Я поддерживаю свои слова. Мы сегодня после спецопрессии, есть возможность оставаться еще богатее. Это если завод открывали на эту страну. Сейчас возможностей пришли очень много. Раньше это не было. Первый импорт начался. Раньше это не было. Попаду второй. Я когда приехал, я всегда сказал, мне казали, не надо общаться с девушкой, кто говорит твой язык. Это КГБ. Они меня так пугали. И я не ошибаюсь. На первые пять лет я никакой девушки на глазах не видел. Я только на ногах смотрел, когда я общался с девушкой. А где открывать бизнес все-таки проще? В России, в Индии или в Европе? Я думаю, после России вы можете открывать бизнес в любом месте на мире. Сами ты делаешь на эту страну. Почему? Бюрократия есть. Непонимание есть. Постоянно закон меняется. И мы все равно живем. Каждый раз какой-то дефолт есть. Каждый четыре года какой-то большой удар есть. После этого такой опыт, я думаю, никакой другой страны так ослуживать не будет. Так а почему тогда ты все-таки оставался в России и продолжал вести бизнес? Интересно. Я вам сказал, каждый удар можно подниматься выше. Если вы это понимаете, это самая хорошая страна работает. В другой стране нет ударов. Есть. Постоянно проблемы-то и бывают. Вы должны позитивно думать. И я вам сказал. Я когда был на 45-й доме, я жился. Это не дипломатический дом. Меня все бабушки узнали. Я каждый день только что. Каждый день, когда я пошел на работу, я всем сказал «Здравствуйте», «Здравствуйте» и «Здравствуйте». На эту славу «Здравствуйте» меня все бабушки узнали, кто это я. Подкармливали тебя? Нет. Покармливались нет, потому что когда у меня машина сломалась, я понял, что все люди, все сынки, все бабушки позвонили в свой сын, и они мне помогали. Это было… Это очень мило. Да. Когда ты приехал еще в 90-е, насколько я понимаю, у нас, наверное, чуть позже стали носить малиновые пиджаки. А ты вот как-то менял вот эту вот моду, прививал ее вообще, этот стиль некий в России? Индус одевают только один раз костюм, когда они женятся. Много индусов. Европейский костюм только одевают, когда они женятся. Малиновый пиджак был только как все, кто думал себе крутой, или, можно говорить, армянский, грузинский, кавказский, но народ больше одевал этот пиджак, чем другой. Я помню, очень много начальников мне одевали этот малиновый пиджак. Если смотрится, самый красивый одет – это русский человек. Русский мужчина одевает самый лучший, чем англичане, или американский, или бедно итальянский, я буду говорить. Самый лучший одет – это наши россияне. А как вот, по-твоему, насколько я понимаю, ты уже не в первом поколении занимаешься бизнесом, в России бизнес прибыльнее, чем в Европе или Индии? И я думаю, сейчас, после этого специального опроса, вы видели одну страну – это Африка, и следующей страной будет Европа, она будет другой – Африка. Там иду не будет, работы не будет. Россия всегда будет двигаться, чем другая страна работает. И я не люблю Америку. Я считаю, это страны банкротные, и там никакого закона нет. Я не люблю эту страну. А ты работал с Америкой? У меня американских клиентов много есть, но я не люблю американские. Поэтому есть с чем сравнить, да? Да. Отечественные предприятия легкой промышленности занимают 20% на рынке России. В Санкт-Петербурге модернизируют линии по производству и покраске тканей, а в Твери запускают завод по производству фурнитуры. Около 20 крупных компаний сегодня функционируют в регионах России. В связи с импортозамещением резко увеличилась потребность в профильных специальностях. Особенно нужны швеи. На них за последние несколько месяцев спрос повысился на 106%. Насколько я знаю, у тебя трое детей. Да. Все они получили российское образование. Они учились Россию на индийские предпосольства, да. Но я думаю, что ты знаешь, что в России бесплатное образование. А какое образование в Индии? В Индии не бесплатное. У нас есть 2 плюс 12. Плюс 3. Первый раз мы учимся джуниор-кэйджи и синьор-кэйджи. Это как до школы. Два года мы учимся. Потом с первого до 12 класса. Это как школьник. И потом три года мы учимся в университете. Это минимальное образование. А что из этого платное? Все? Все платное. У нас все платное. Только на государственной, какая-то есть школа, какая-то бесплатная. А эта школа какое количество классов? До конца можно. А, 12 классов государственных есть? Да, государственная школа есть. То есть бесплатная. Там свои дети не дают. Все люди работают. У нас деньги работают как максимум. Хорошую учебу дают на своих детей. Государственная школа есть. Очень-очень бедные люди, кому денег нет. А как ты считаешь, образование в России сильно отличается от образования в Индии? В плане качества. Если я была глава страны, я в первую очередь делал бы, сколько детей то учился на мою страну, Россию. То кончился университет на Россию, я ему сразу дал вид на деятельство. Пусть если 10% осталось бы, мы так и ум собрали бы. У нас нужно больше умных людей, чем жастербайтер, которые приехали на работу в Россию. Мы не должны попускать это ум в Россию. И здесь есть очень много возможностей, чем в Индии. Почему в Индии есть школа есть, потом детей много. И здесь очень много школы есть, потом детей мало. А если поговорить о медицине, вообще о доступности медицины. В России есть обязательное медицинское страхование. И может там кто-то ругает нашу систему здравоохранения, кто-то хвалит. Но так или иначе, воспользоваться ей можно бесплатно. В Индии есть такая возможность? Нет. У нас медицинские услуги полностью платные. У нас муниципальные есть, какой-то, какой немножко дешевле. Но обратно там никого не ездят. Только бедные люди вообще, кому деньги нет, они ездят там. Слушай, может быть, кто говорит или не говорит, но последние три года, когда была времена пандемия, я думаю, лучше чем в России никакой страны не было. Ковидом. Сколько людей умрали бы, если это бесплатные услуги не было бы. Наоборот, на ковидом они работали очень молодцы. Я хочу спасибо говорить всем врачам. Все наши системы, как хорошо они работали. Молодцы, спят было. Что народ нужно? Народ нужно хороший воздух. Спасибо Москва. Очень хороший парк строили. Идут здесь недорогие сейчас. Если вы кушаете дома, можно жить спокойно. И плюс лекарства есть. Больше я думаю, это рай. Настойший рай. Затем надо в другой стране жить. В Америке пока не болит, все хорошо. Когда вы болит, все, у вас все деньги уходят. Мы так не переживаем. Мы здесь живем очень приятно. А если говорить о еде? Если вообще сравнивать индийскую кухню и русскую? В индийской кухне очень много специй. Да? В русской не так много используется. Вы понимаете почему? Только на пару годов. Только на пару годов. На зиму. Жарко очень было в Индии, чтобы продукты не портились. Да, у нас жарко. У нас бактерия. Да, да. Вы сами понимаете. Если вы будете кушать мясо без приправы на Индии, вы в Чечене месяц будете умирать. Гарантина. И в России мы кушаем все колбасу. Понимаете? Здесь можно кушать колбасу. Почему зима? Она не испортится. В Индии мясо испортится в Чечене 20-40 минут. А какое твое любимое русское блюдо? Я люблю борщ. Я не знаю, когда говорю на русский человек, они всегда спорят с себя. Это украинский или русский? Я не знаю. Я предлагаю проверить, насколько ты стал русским, и можешь ли ты узнать русское блюдо. Ты готов? Да. Супер. В этом сезоне я угощаю своих гостей русскими блюдами. И пытаюсь их удивить. Сэмми, ты уже сказал, какое твое любимое русское блюдо. А теперь предлагаю тебе угадать, что же предложила тебе сегодня я. Итак, надевай. Отлично. Так, только не подглядывай. Нет, ничего не видно. Аккуратно. Отлично. Итак, что ты чувствуешь? Что это? Ты угадал? Вкусно. Это очень вкусно. Это само себе. Но ты такого не ел? Я ел, не понял, как надо его имя говорить. Ну снимай, хорошо. Посмотри, что это. Это окрошка. Ты знаешь такой суп? Это холодный русский суп. Он традиционный. И его еще использовали там крестьяне. Нет, это без пива, если я не знаю. Квас. Это без квас, да. Но на самом деле первоначально окрошка была с мясом или с рыбой. А чуть позже, уже в советское время, ее стали делать на кефире и появилась колбаса в составе. Поэтому она так видоизменилась. Но вообще традиционная окрошка, она с рыбой и на квасе. Квасе, да. Сэмми, хочется немножко поговорить про личное. Я знаю, что ты женат, и твоя жена тоже из Индии. Да. Почему ты не выбрал русскую женщину? Я был самый старший дома. И у меня папа очень сильно держался меня или контролировался. И он мне дал такое задание. Если ты не женишься на индианку, то ты будешь жениться на твоей брата и сестры. Меня очень сильно добили. Я не могу думать, что я попаду в это. А как тебе удалось перевезти ее в Россию? Она не сопротивлялась? По нашей культуре, женщина всегда пойдет, где его муж. А что говорили ее родители? Не боялись отпускать ее в Россию? Они только позвонили моего конкурента и просили по поводу меня. Он такую хорошую славу сказал по поводу меня. Они не могли отказать меня. Они согласились. Я не ошибаюсь. Недавно была моя жена родителей на Москве. И они были на шоке. Какой красивый город. Они были очень довольны, когда они приехали, смотрели. И плюс я не живу плохо. Я живу на Москве. На 35 этаж. 4 метра потолка. На моем доме можно смотреть Москва-сити. Парк Победы. Хорошее место есть. Как они себе представляли Москву, когда ехали? Они думали, как будто деревья. Я как будто нехорошее место живу. Там неприятности. Они когда приехали, смотрели, как красивая машина есть здесь. Все совсем другое. Почему они так думали? Так говорят у вас в местной прессе или что? Информационная война. Война. Россия не умеет. Я один раз был в Москве. Вместе с американскими людьми. Это был мэр из города. И он там говорит, слушай, магазин все открытый, чистый. Много товара есть. Все тоже работает. Мы больше сильно не смотримся. Хорошие вещи никому не говорят. Никого не в курсе, так в Москве бывает плюс 30 градусов. У нас хорошая погода есть. Эти вещи никому не говорят. Они всегда показывают, когда что-то не то. А что ты, может быть, уже перенял от русских? Они очень добрые люди. Всегда живые. Не думают много на будущее. Понимаете? Есть сложности? Есть. Понятно. Они очень как… Реально. Они каждый день живут полностью. Что я понимаю? Как надо? Отдыхать надо учиться русским человекам. Выходные. Они живут полностью. Они гуляют, кушают, выпивают. Как в последний раз. Как в последний раз. Это как приятно. Они очень живут полностью. Сэмми, у меня осталось три последних вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. По возможности стараюсь отвечать коротко. И так. Главный стереотип России? Да. Медведь гуляет на улице. Окей. Что для тебя патриотизм? Все пенсионеры, которые работали, они воевали на такую войну. Я люблю все пенсионеры. Они сильно работали и невозможно было. Коммунистические Советские Союзы невозможно было гулять на все мир. Для меня пенсионеры и военные люди очень… Я очень уважаю этих людей. То есть уважение к старшим – это и есть патриотисты? Очень. Они так молоды. Они сколько дали на эту страну. Невозможно считать тоже. Три главных качества русской души? Окрыты. Всегда хочет узнать больше. И если они примут любую новую вещь, они примут до конца. Они на подсредники не бросают. Если кто-то хочет узнать, они узнают лучше, чем все. И третье? Я вам сказал, это как старые люди, они как смотрятся на все. Для меня старство надо понимать, как они тяжело жили. Все равно они ничего не говорят и все равно они довольны. Это очень интересно, надо смотреться. Спасибо тебе большое, что он был у меня в гостях. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахва. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. До новых встреч, друзья! До новых встреч! Продолжение следует...